И так, как мы уже обещали, у нас сегодня в гостях в студии подробностей Владимир Валентинович Маторжин, председатель регионального отделения деловой России. Владимир Валентинович, о Крыме, будем говорить, сейчас больше, наверное, ни о чем и не говорят. Крым, Крым, Крым. Состоялся референдум. Референдум был, ну, просто победоносным. Но теперь главное-то Крым надо развивать. Крым наверняка потребует определенных вложений и, ну, как-то надо с ним работать, чтобы эти вложения оправдывались. Вот вы, как экономист, что вы скажете на эту тему? Да, ну, во-первых, здравствуйте. И сделали оценку, как бы характеристики сравнительной по субъектам федерации. Крым находится в самом хвосте, как бы, основных экономических показателей. Поэтому очевидно, что Крым, если рассматривать его как субъект федерации, я пока еще все заранее, то понятно, что туда потребуется достаточно крупное инвестиционное вложение. Это очевидно. С другой стороны, нельзя об этой проблеме говорить, как любой вопрос имеет две стороны. Понятно, что Россия приобретает в случае присоединения Крыма к России. Приобретает, во-первых, достаточно хорошую логистическую связь с Средиземноморьем. То есть, это второй порт, вторые возможности. Другое дело, что Крым завязан на инфраструктурную экономику Украины. И поэтому газ туда приходит через Украину, электроэнергия приходит через железную дорогу. То есть, там, да, есть паромные переправы напрямую с России. Видимо, придется строить мост, видимо, придется перелогистически перестраивать все эти среды, которые должны войти... Всю инфраструктуру. Да. Либо договариваться с Украиной о том, чтобы это шло транзитом. Ну, так же, как попадает, допустим, в Калининград. В этом нет ничего, ну, как бы сверхъестественного. Это в мировой практике, ну, практикуется. И тут ничего странного. Посмотрим, как бы вот эти вот нервы не сыграли, ну, как бы злую шутку. То есть, сейчас надо выстоять. Да, сейчас ситуация напряженная, и там, в общем, ее надо чуть-чуть пережить, как говорится. Да. Время, наверное, разрешит все. Если говорить об экономическом потенциале Крыма, то он не только логистический. Там в советское время очень развито было приборостроение, машиностроение, судостроение. То есть, вот эти отрасли, они были очень важные. И Крым был одной из научных баз. Насколько на сегодня это все сохранилось. Там же большое количество научно-исследовательских институтов. Там была база космонавтики. Там космонавты все отрабатывали вот эти вот передвижения, выходы всяческие. Там была физическая база, вплоть до ядерной физики исследования проходили. Я не говорю о медицине. То есть, вот это курортное направление, оно, хотя на сегодня очень, ну, как бы, сложно посчитать. Вот последние цифры были то, что, ну, как бы, курортная зона, вот туризм, в Крыму составляет всего там 8-10 процентов. Ну, по-разному. От экономической составляющей. То есть, куда это делось, это вопрос. Можно ли вернуть это? Да, можно ли вернуть, что там осталось, насколько там развит частный бизнес, как наиболее эффективный, наиболее быстрый. Ну, я знаю, что вот член деловой России имеют интерес в Крыму, даже вот в составе Украины все равно там бизнес-составляющая была. В советское время Крым был, кроме этого, большим промышленным потенциалом в области пищевой промышленности. Консервные заводы, ну, фрукты, овощи. Вот это, как бы, климатически присоединение такого сельскохозяйственного региона для России нужно, потому что... Да, с хорошими условиями. Ну, все там были. И в советское время, вот когда я учился в радиоинституте, туда выезжали даже строительные отряды. И мало этого, вот мы жили, например, ну, как студенты, убирая там урожай персиков, груш, там, табака. Табак из Крыма экспортировался на Кубу. На Кубу? Да. Вот это то, что я вот видел своими глазами. То есть, просто активный председатель колхоза привез оттуда табак, и климат Крыма позволял выращивать хорошие сорта табака, которые там вялились, упаковывались, отправлялись на Кубу, и там из них делались сигары под брендом Куба. Вот даже такое, да. То есть, потенциал такой есть у него? Потенциал есть, конечно. Другое дело, как мы это будем, ну, как бы развивать, использовать, вот насколько активно и правильно. То есть, не секрет, что у нас большинство регионов в России дотационные. Получить еще один дотационный регион – это минус. Сделать из него, наоборот, прибыльный регион – вот это задачка, которую надо бы как-то решить. Ну, и вроде бы все есть для того, чтобы Крым, как говорится, не прозябал, и чтобы он доход давал. Да. Ну, один из крупных содовых заводов в мире находится в Крыму. То есть, там есть и промышленность, и добывающая промышленность. Насколько я знаю, там была большая проблема, вот в советское время еще, проблема с водой. С водой, да. Вот. Ну, сейчас она решена. Но, в конце концов, сейчас существуют технологии, которые разрешают эту проблему. Такие примеры, как, там, Египет, там, большая территория, не имеющая воды совершенно. А, там, Израиль, где там воды просто не хватает. Ну, как бы много регионов, которые научились решать эту проблему. Я думаю, что для Крыма это не будет сегодня такой нерешаемой задачей. Я читал, что там даже и газодобывающие есть системы. То есть, у них даже свой газ какой-то там на полуострове есть. Ну, во всяком случае, не знаю, насколько уж там они эффективно используются, насколько масштабно, но тем не менее. То есть, такой потенциал, в общем-то, да. И все говорят о том, что у Крыма потенциал очень неплохой. И, в принципе, если заняться им по-деловому и быстро, чтобы не было такого, как у нас, долго запрягают, там, быстро ездят. Мне нравится, что в Крыму все-таки сохранились кадры. То есть, там, кадровый потенциал за счет военно-промышленного комплекса, за счет обеспечения армейских, он все-таки сохранился, удержался. И это те люди, которые могут, ну, как бы правильно развить, вот. То есть, не надо будет привозить туда кадры. Вот это очень важно, потому что это не делается в один день. А если кадровый потенциал существует, то регион имеет хороший задел по развитию. Ну, да, дайте людям возможность развивать, дайте людям возможность зарабатывать, и они там будут держаться за свой Крым, за свою работу, и слава богу. А уж условия климатические у них хорошие. Так что я думаю, что для России это больше плюс, чем минус. Ну, что ж, большое спасибо. Как раньше говорили, вот на этой оптимистической ноте мы и закончим с вами. Ну, вот я тоже все, что прочитал, что сейчас есть по Крыму, так, может быть, и по верхам, но тоже понятно, что потенциал есть. Ну, а как мы там отдыхали все, кто раньше, кто позже, все помнят. Ну, надеемся, что сейчас будем ездить туда чаще. Почаще. Большое спасибо. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. Подробности». Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»